Вы слушаете канал Жаш.клаб. Древний Египет. Египетский фараон Ден и его боги. Высокопоставленные придворные весьма благоволили царицы Мерныт, а взошедший на трон ее сын Ден, вероятно, помешал их амбициям. Молодой фараон создал специальный кабинет для управления провинциями Дельты Нила, и политика его правления была очень примирительной. Он принес много нового для своей страны, а также процветания и внутренний мир. Экспедиция в пустыню дата рождения Дена неизвестна, но можно предположить, что правил он долго, так как есть свидетельство празднования Хепсед, праздника, который отмечали фараоны на 30-м году своего правления. На глиняных дощечках, найденных в гробнице Дена, есть упоминание еще об одном событии, несомненно, проводящемся впервые в Древнем Египте, через два года после Хепседа было начато рытье канала для регулирования вод Нила. Произошли некоторые изменения в египетском календаре. Если раньше отмечались только самые важные события, то при Дене впервые стали изображать каждый день и год числовыми иероглифами. Ден организовал экспедицию в пустыню Синайского полуострова, победив там некоторые враждебно настроенные народы, а именно племя Юнтиу, которые были кочевниками пустыни. Это было полупервобытное племя, живущее в узких норах. На территории Синайского полуострова находились медные рудники, и египтяне иногда наведывались туда, но им всегда приходилось вести войну с племенами Юнтиу. На Синае остались некоторые изображения царя Дена, явившиеся первыми упоминаниями о египетском фараоне, нога которого ступила на полуостров. Кроме богатой добычи, он привез домой несколько девушек для своего гарема. У Дена было много женщин, его главную жену звали Сешеметка, которая родила ему наследника престола, а не Джиба, другими были Сиретор, Нахтнеет и Симат. Он узаконил свое правление как «владыка Верхнего и Нижнего Египта». Церемонии поклонения богам по табличкам из слоновой кости, найденным в гробнице Дена, удалось определить, что в период его правления в Дельте Нила случилась эпидемия. Рядом с надписями на табличках виднеется изображение шамана, который, вероятно, занимался лечением больных. На 28-м году правление Ден совершил паломничество в храм бога Птаха. Птаха изображали в человеческом обличии, одетым в облегающие одежды с синим капюшоном, с зеленым или желтым цветом лица и бритой головой. Он был похож на мумию в бинтах с торчащими руками, в которых он держал посох. Символами бога Пете. Продолжение читайте на сайте jash.club